Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан сердито говорит, что впервые в жизни мы тайно отмечаем день рождения и что дама выбрасывает подарки, которые мы купили для ребенка. Бэрон соглашается с ним и пытается его успокоить. Он соглашается с Диланом, что ты поступил правильно и говорит, не правда ли, Дилан. Чинар будет очень рад. Что значит каждый день готовить себе всевозможное блюдо, а не печь торт ребенку раз в год. Когда он говорит, что если бы это был Миран, мы положили бы мир к его ногам, Бэрон говорит, что мы будем любить и защищать Чинара, даже от его собственных родителей, если это необходимо. Затем, пока я беспокоюсь о том, как успеть к ужину, Бэрон говорит о том, какой подарок мы купим. Акиф говорит, что они придут и проведут встречу. Когда Баран говорит, давайте найдем и позвоним моему отцу, Акиф идет его искать. Акиф находит Мерта и возвращает его. Когда Бэрон спрашивает, почему вы не рассказали нам о втором телефоне, Мерт отвечает, что я не знал. Когда Бэрон говорит, я понимаю, но если мы узнаем, что вы что-то от меня скрываете, мы поссоримся, Мерт отвечает, это возможно, сэр. Когда Бэрон говорит, хорошо, тогда, чтобы ты не услышал в дальнейшем, ты немедленно сообщишь мне. Баран решает начать расследование инцидента с Нехатом с самого начала и просит Кудрет Бея и Акифа проинформировать необходимые органы. Пока Дилан делит работу с Берфином, когда к ним приходят Акиф и Баран, Дилан обеспокоен тем, что нам предстоит много работы. Когда Дилан просит помощи у Акифа и Барана, Акиф отвечает, конечно, я был бы рад помочь. Когда Баран приглашает Ипека и его тетю, чтобы не оставлять Акифа Берфина в сложной ситуации, он говорит, что у моей тети много работы, мы бы хотели приехать в другой раз, и они идут с Берфином. Когда Дилан спрашивает, узнал ли он что-нибудь от Мерта, Берон отвечает, что ничего не найдено, и они продолжают расследование. Затем Берон просит Дилана вернуться к приготовлениям, и они обсуждают, какой подарок купить. Пока Тарик звонил Нуману и ругал его, чтобы тот поскорее нашел Мерта и повесил трубку, пришла Джейда и рассердилась на молчание Дилана о подготовке дня рождения Чинара, а когда она сказала, что он не защитил ее на глазах у всех, а небольшой аргумент. Пока Дилан и Баран обсуждают, какой подарок купить, к ним приходит Чинар и говорит, что они вместе отпразднуют его день рождения в гостиной, осчастливив Чинара. Затем, когда Баран спрашивает его, какой подарок он хочет, Чинар хочет только машину с дистанционным управлением. Когда он видит, что Дилан Чинар счастлив, он тоже становится очень счастливым и заботится обо всем. Затем он рассказывает Барану, что мать Ханифе никогда не устраивала ей день рождения, и что его отмечали отец и брат Джевдит, и это были лучшие дни, которые я сердцем помню в детстве. Дилан просит Барана помочь с выбором платья, и Дилан удивляется, когда на этот раз Баран выбирает платье для Дилана. Когда Джейда сказала, что очевидно, что Тарик смягчился, посмотрите, что они делают, закрывая нам доступ, госпожа Хаджир сказала, неважно, они скоро поймут, кто ангел, а кто дьявол, у нас будет последний смех. Когда Берфин стоит на месте, Акиф спрашивает, что случилось. Когда Берфин говорит, что Барана и Дилана чуть не поймали, Акиф отвечает, но нас не поймали. Берфин спрашивает, какая ложь довела нас до этого, как долго это будет продолжаться. Акиф успокаивает ее и заставляет улыбнуться, и они идут заказывать торт. Дилан входит на кухню и спрашивает Гэжу Азади, может ли она помочь Гэже Хасибе. Пока они радостно планируют свою работу, приходит Джейда и критикует Хасибе Ханэм и Тукбу за то, что они не убрали свою комнату. Когда она просит их прекратить работу и убрать ее комнату, Дилан говорит Джейде, но госпожа Азади заставляет ее замолчать, говоря, заткнись, девочка, сегодня день Чинара. Он забирает Гэжу Джейду Хасибе и Тукбу из кухни и отправляет их убраться в ее комнате. Азади говорит, не волнуйся, дочь моя, мы со всем справимся с обеих рук, если хочешь, мы можем сказать тебе со стороны. Дилан не хочет ничего говорить снаружи, и они немедленно приступают к работе. Пока Баран и господин Кудрет говорили о том, что делать с Нехат, господин Кудрет сменил тему и сказал, ну, как идут приготовления к дню рождения. Я, Дилан, очень поздравляю тебя с дочкой, это очень хорошая вещь, чтобы сделать ребенка счастливым. Баран говорит, что да, Дилан занимается подготовкой, но с другой стороны, я пытаюсь понять Тарика и Гэжу Хаджер, они уже прошли через множество трудностей и не знают, как проявлять любовь. Господин Кудрет говорит, я даю вам правду. Те, кто не получает любви, не будут знать, как ее показать. Дилан и госпожа Азади готовят множество угощений и пробуют их, и они оба очень счастливы. Пока Берфин отдыхает в сторонке с Акифом, когда Берфин говорит, что мы никогда не отмечали день рождения, так Акиф говорит, что и ты никогда не отмечал день рождения. Затем Берфин видит торт, который Тарик купил, чтобы отпраздновать свой день рождения, когда он был ребенком, и плачет, когда говорит, что мой отчимодна так сильно избил Тарика. Когда Акиф говорит, я не понимаю таких людей, Берфин плачет и говорит, я тоже не понимаю, почему люди такие плохие. Позже, когда я пошла на день рождения к другу, я увидела это там и завидовала семье. Обычные люди любят друг друга, но в нашем доме не было и крохи любви, только пытки. Когда приготовления закончены, Дилан идет в свою комнату и собирается. Когда Беррон видит ее украшенной и подготовленной, он снова влюбляется, и они становятся очень близкими и переживают моменты любви. Подготовка Дилана завершена благодаря Берфину Акифу и Азаде Ханэм, и теперь Чинар готов взорвать свой торт. Когда он задувает торт, все наблюдают за ним и разделяют его радость. Конечно, есть еще один человек, который также счастлив, как Чинар, и это Дилан. Акиф немедленно сообщает Барану полученную новость, не теряя времени. Баран узнает, что Нехад заставил его встретиться с Тариком в тот день, когда он выстрелил в него, и смотрит на него. Госпожа Джейда и Хаджер с энтузиазмом празднуют ее день рождения и не могут налюбоваться Диланом и Бараном. Тарик очень доволен этой ситуацией. Поскольку он один из тех, кто хочет счастья Чинара, ему нравится все, что делается. Пока все дарят подарки Чинару, госпожа Азаде целует Чинара и кладет ей на воротник большую золотую монету. Когда дядя Ахмед молится, чтобы Чинар вырос здоровым и счастливым, все присоединяются к нему и говорят Аминь. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok